На днях екатеринбургские полицейские выловили еще одного предателя на побегушках, работавшего на моральных родов или попросту врагов-мошенников, по телефону обирающих наших стариков в промышленных масштабах. Во время войны такие в полицаи записывались, а теперь списываются в телеграмме и там нанимаются за 30 серебряников. Конкретно вот этот молодчик завершил мошенническую операцию и лично принял из рук старушки все ее гробовые деньги – 753 тысячи рублей. и перевел их на счет своих хозяев, удержав свои комиссионные. Правда, с памятью у него теперь плохо стало, ну а с арифметикой и подавно. Какая сумма была? 740, я не вспомню, 744 тысячи лет. Сколько себе оставили? Полтора процента. Полтора процента? Сумма какая получилась? 12 тысяч. 12 тысяч оставили себе? Да. Путем нехитрых вычислений на уровне средней тупости ученика четвертого класса получаем, что 12 тысяч ему полагалось бы с суммы в 900 тысяч рублей, но никак не с 744, как он говорит. То есть либо он обманул своих обманщиков, либо попросту заврался и уже не помнит, где кому и что конкретно врал. А 77-летняя женщина в своем заявлении точно указала, что 753 тысячи выманили у нее по телефону люди или не люди, которые от имени Центробанка заявили ей, что по новым законам держать дома наличными более 60 тысяч рублей запрещено. И вообще, даже эти деньги, ну и все деньги, что есть наличные дома, необходимо сдать на проверку в Центробанк. Скоро, дескать, к вам придет специальный сотрудник и примет от вас наличные. И действительно, вскоре приперся вот этот вот здоровый лоб бездельник. Ну, как бездельник, он типа работал курьером, а тут еще и подработать решил. И сделал вид, что не понимает, что у жуликов. Мне сказали, что я пристраивался к Филатовым. Имя, отчество тоже другие были. А должность? Помощника, финансовый помощник Центробанка. То есть вы представились финансовым помощником Центробанка? Да. Теперь говорит, что все-таки понимал, что участвует в обмане бедных стариков. Но это его ничуть не взбудоражило и на бунт не потянуло, мол, нельзя, они меня крепко повязали. Ранее они у меня просили паспортные данные, местоположение, где я нахожусь, фоткался. Поэтому я не смог остановиться, я вообще за служение все-таки это сделал. Зато теперь, когда он все вдруг резко осознал, и на него возбудилось уголовное дело за мошенничество в крупном размере, до шести лет лишения свободы, он готов даже побатрачить несколько лет, отрабатывая эти деньги. Я готов ее все возместить, у меня предоедоблен кредит на такую сумму. Сотрудники полиции предполагают, что этот молодой человек может кое-что еще скрывать. И если кто-то вдруг узнает в нем своего обидчика, он может смело звонить по телефону, указанному на кинескопе, и тогда злодея посадят еще глубже.